Здравствуй, Илья! Что расскажешь нам о культурной жизни района на грядущих выходных? Татьяна, здравствуй! Рассказать, как всегда, есть что. Причем мероприятий много, но любой, даже самый взыскательный вкус. Для любителей музыки есть сразу несколько интересных мероприятий. В субботу, 12 ноября, в музее-заповеднике Горки-Ленинске Юрий Медяник, молодой музыкант и дирижер Московского театра «Новая опера», совместно с оркестром Emotion Orchestra, представит свою новую программу «Вивальди». «Времена танго». Концерты «Вивальди» прозвучат в исполнении уникального по составу ансамбля, объединившего баян, скрипку, гитару и контрабас. При этом баян выступает здесь как классический академический инструмент. Впервые с этой программой музыканты дебютировали в Большом зале Московской консерватории в одном концерте с Юрием Башметом. И вот в субботу они у нас. Также в субботу детская школа искусств приглашает на вечер вокальной музыки. В концерте примет участие артист ансамбля имени Александрова Артем Орлов. Начало в 17.00. А уже на следующий день, в воскресенье 13 ноября, снова концерт. Патриарший хор Московского свято-данилового монастыря исполнит казачьи и народные песни. Весь колорит русской души в 18.00 на сцене кинотеатра «Искра». Для любителей спорта у меня тоже есть кое-что интересное. Ценители рукопашных видов спорта. 12 ноября ждут во дворце «Спорта Видное», где пройдет открытое первенство Ленинского муниципального района под «Зюдо». Открытие соревнований в 11 часов. Там же, во дворце «Спорта» в субботу в рамках чемпионата Московской области по баскетболу видновские спортсменки проведут на паркете сразу две схватки. В 10.00 с баскетболистками Серпухова и в 14.30 с соперницами из Подольска. Для болельщиков это все. А вот если вы любите кино и еще не побывали в кинотеатре «Искра» на показах трех интереснейших лент, предлагаю это успеть до 16 ноября. Напоминаю, что сейчас в прокате кинотеатра драма «Ледокол» с ограничением 12+, а также два приключенческих анимационных фильма «Большой собачий побег» и «Симбад, пираты, семи штормов». Это пока все, Татьяна. Спасибо, Илья. Уверена, ты как человек творческий отправишься на концерты. Да, именно так. И я, пожалуй, пойду в горки Ленинские и послушаю вивальни. Приятных выходных и хорошей погоды.